Вы смотрите информационный марафон на телеканале Freedom, в студии работает Денис Пахилов. Здравствуйте! Далее пойдет речь о военно-промышленном комплексе Ирана, о том, что происходит на территории этого государства, как оно угрожает соседним странам. Напомню, в Иране представили первую гиперзвуковую ракету собственного производства. В иранском правительстве сказали, что она способна пробить любую систему противовоздушной обороны, как американскую, так и израильскую, и в целом поразить цель за 6 минут. Иран – это четвертая страна, которая обладает такой технологией наравне с Россией, США и Китаем. Подробности в следующем материале. Иран представил первую гиперзвуковую баллистическую ракету собственного производства «Фатех». В иранском правительстве говорят, что новое сверхоружие способно обойти большинство противоракетных систем США, а также израильский железный купол. Ракета может двигаться со скоростью как минимум в пять раз быстрее скорости звука по сложной траектории. На расстоянии 1400 километров мы можем точно поразить любую цель, которую захотим. И ни одна противоракетная система не сможет с этим справиться. По словам президента Ирана Ибрахима Раиси, новая ракета не предназначена для экспорта в другие страны. Ее Тегеран намерен использовать как средство сдерживания для поддержания стабильности на Ближнем Востоке. Это сверхоружие означает, что регион будет в безопасности от иностранной агрессии. В то же время иранские официальные лица не обнародовали никаких видеозаписей, подтверждающих успешный запуск ракеты «Фатех». Иран с 1979 года находится под санкцией. Его оборонная промышленность работает исключительно на внутренних резервах и на том, что они смогут где-то своровать какие-то технологии и фактически украсть эти технологии и сделать копию. Все, что Иран объявлял в последнее время таким прорывным, все оказывалось фейком. Это и про истребитель пятого поколения, и про ракеты баллистические, которые могут летать на 5000 километров. Это все не более чем пропаганда, которая рассчитана на внутренних потребителей. В ноябре корпус стражей революции первоначально заявил, что Иран создал гиперзвуковую ракету, не предоставив при этом никаких доказательств. Тем не менее, Запад и Израиль неоднократно выражали обеспокоенность ракетной программой Ирана. Из-за того, что баллистические ракеты могут нести ядерные боеголовки. Союзные США арабские страны Персидского залива широко используют в регионе ракетную систему «Патриот». Израиль – главный соперник Ирана на Ближнем Востоке. Также имеет свою мощную противовоздушную оборону. Я напоминаю нашим друзьям в Америке, что мы находимся на одной линии. Мы должны держаться вместе. И, естественно, нам в Израиле будет легче сделать это в сотрудничестве с остальным свободным миром во главе с Соединенными Штатами Америки. Это мое ожидание. И я надеюсь, что Иран поймет, скорее рано, чем поздно, что с нами не стоит шутить. Нир Баркат, министр экономики Израиля, в интервью израильским СМИ. По словам военных аналитиков, в случае возможного применения Тегераном новых гиперзвуковых ракет в отношении Израиля, скорее всего, там будет задействована система противоракетной обороны дальнего действия РО-3. Она предназначена для перехвата баллистических ракет. Кристина Домбровская для телеканала Freedom.